Решила приготовить пастилу. Вы меня просили поделиться с вами как я ее готовлю. Для начала нам необходимо ягоды либо фрукты измельчить в пюре. Я вишню уже предварительно промыла и дети мне помогли очистить косточки. Теперь я буду все измельчать погружным блендером. Вы можете это делать любым для вас удобным способом. Главное, чтобы масса стала однородной. Я знаю, что некоторые измельчают после того, как проварят, но мне удобнее это сделать сразу. Если честно, я даже не знаю, сколько у меня здесь ягод. Я думаю, что килограмм 5, наверное, точно. Но тут не принципиально количество ягод либо фруктов, так как просто получится либо больше, либо меньше пастилы. У меня получилась однородная смесь и теперь необходимо ее довести до кипения, уменьшить огонь и уваривать практически в два раза. Можно уваривать меньше, но тогда время на просушку займет больше. Тут уже по вашему желанию. Я сначала буду уваривать без сахара. Сахар добавлю в конце варки. И опять же количество сахара. Тут ориентируйтесь по своему вкусу. Я, например, когда готовила из сладких яблок, то я сахар не добавляла вообще. Или из груш, когда делала, или еще делала слива с бананом. Если у вас сами по себе сладкие фрукты либо ягоды, то, естественно, сахара требуется меньше. Проварю после закипания, может быть, минут 30. И потом также отключу, оставлю на ночь, пока она будет остывать. Лишняя жидкость также испарится. И затем завтра уже окончательно ее уварю и буду рассылать на противне. Уваривать, естественно, необходимо без крышки для того, чтобы лишняя жидкость могла свободно испаряться. И не забывайте периодически помешивать для того, чтобы смесь не пригорела. И, конечно, лучше использовать кастрюлю с толстым дном. У меня пюре для пастилы уже немного уварилось. Оно у меня остыло. И теперь я хочу добавить сюда сахар и поставить опять на огонь. Для начала я добавлю стакан сахара, так как все-таки вишня это достаточно кислая ягода и совсем без сахара будет невозможно обойтись. И затем буду уже пробовать и при необходимости сахар добавлять. Сейчас я перемешаю, поставлю на огонь и доведу до кипения. И затем горячим буду разливать на противне застеленные силиконовыми ковриками для того, чтобы затем было проще пастилу отсоединить от самого противня. Попробовала сахара недостаточно. Добавлю еще 100 грамм. И затем, как сахар растворится, попробую еще раз. При необходимости сахар добавлю. И выкладывать на противне необходимо где-то 5-7 миллиметров, не больше, для того, чтобы она хорошо могла просушиться. Сушить можете на солнце, можно при комнатной температуре, но я буду это делать в духовке при температуре где-то 50-60 градусов. Затем буду проверять на готовность нажатием. Она должна не прилипать к пальцу и быть упругой. Кстати, если хотите, можно сюда добавить и корицу, можно добавить ванилин, можно добавить еще какие-то другие специи для придания новых ароматов. И можно также смешивать ягоды и фрукты по вашему желанию для получения новых вкусов. Если не хотите добавлять сахар, то можно, например, смешать вишню с какой-нибудь сладкой ягодой, либо сладким фруктом. Например, из вишни и банана. Будет также очень вкусно. Ну вот моя пастила уже готова. При нажатии пальцем она не должна к нему липнуть и быть такой немного как бы эластичной. Теперь мне необходимо ее снять с коврика, разрежу и отправлю на хранение. Я обычно храню вот в таких стеклянных банках. Она хранится хорошо, ничего с ней не происходит при условии, если вы ее хорошо подсушили. И видите, от силиконового коврика она достаточно хорошо отделяется. И можно еще приготовить вкусное лакомство на основе этой пастилы. Взять ее, смазать медом тонким слоем, посыпать рубленными орехами, скрутить, нарезать на порционные кусочки и будет такое вкусное лакомство. Ну вот смотрите, она эластичная. Можно скрутить в рулеты. Я, пожалуй, разрежу напополам и буду хранить ее таким образом. Потом, когда мне захочется, сделаю такой вот десерт с медом. Ну вот просто складываю и перекладываю банку. Если хотите, можно скрутить рулетом, нарезать затем на кусочки и хранить так. Иногда, когда снимаешь пастилу, она с обратной стороны остаются такие как бы немного влажные кусочки. Тогда ее необходимо еще будет досушить. Можно это сделать при комнатной температуре, а можно для ускорения процесса отправить в духовку. Неудобнее просто нарезать на такие прямоугольные кусочки произвольного размера. Ну или же, если хотите, можно каждый кусочек свернуть рулетиком. Ну или можно большой кусок свернуть рулетом и нарезать его уже потом порционно. Очень вкусный и полезный десерт готов. Попробуйте. Я надеюсь, вам понравится. Всем пока-пока. Увидимся с вами совсем скоро.